Ребят, я буду сбрасывать карты вот так, а вы скажите мне в любой момент просто слово «Стоп». Поехали. Отлично. Запомните вот эту карту. Я ее пока замешаю в колоду вот таким образом. Еще вот так вот карты тоже перетасую. Ну и теперь я буду вам показывать по одной карте небольшую группу. А ваша задача внимательно на них смотреть, но ни в коем случае не выдавать себя, если вдруг увидите свою карту. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ваша карта здесь была? Удивитесь, если я сейчас заставлю ее отсюда исчезнуть. Ну тогда давайте я сделаю еще круче и заставлю исчезнуть все карты, кроме вашей четверки Треф. Приветствую вас, друзья! Поздравляю всех с прошедшими и наступающими майскими праздниками, но сегодня мы продолжим изучение карточных фокусов. И прежде чем мы начнем, у покупателей из России больше нет никаких проблем с оплатой заказов у меня на сайте. Мы подключили Юкассу и теперь вам доступны целых 14 способов. Раньше были только Visa и MasterCard, а теперь вон сколько много. Так что если хотите поддержать меня в это непростое время, переходите по ссылке в описании, знакомьтесь с ассортиментом и обязательно что-нибудь себе прикупите. Ну и ребят, Ютуб, конечно, находится в подвешенном состоянии, но пока он работает, я предлагаю не снижать активность на канале. Кто знает, может вообще пронесет. Так что обязательно подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите комментарии, а я, вдохновившись вашей поддержкой, буду создавать еще больше роликов. Ну а теперь переходим к обучению. Подготовка к этому фокусу заключается просто в том, что вам нужно сделать зазор над 11 картами снизу колоды. И сделать это можно несколькими способами. Я вам приведу два простых и один более сложный, который я использовал в начале этого ролика. Так вот, если вы владеете счетом-мизинцем, то вы можете в процессе общения со зрителем просто таким образом убрать от него колоду и отсчитать карты просто мизинцем. Сначала сверху колоды, то есть просто вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. После чего простым нижним подснятием перевести эти карты вниз и поставить мизинец, удерживая таким образом зазор. Если вы не владеете счетом-мизинцем и эта техника для вас слишком сложная, то я вам предлагаю просто сделать это тасовкой сверху вниз. Вы переводите карты в положение для этой тасовки и начинаете слистывать сначала одну, потом вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую. Потом двенадцатую карту вы вот так вот чуть поближе к себе слистываете. После этого все остальные карты вот так вот стасовываете наверх. И теперь за счет того, что вы выдвинули вот эту карту, вы либо вот так вот указательным, либо большим пальцем ее приподнимаете. И таким образом, подставив мизинец, тоже формируете зазор над одиннадцатью картами. Тоже очень простой способ. Опять же, тасовать таким образом карты я вас учил в отдельном ролике, посвященном этим тасовкам. Он собрал уже больше миллиона просмотров. Тоже переходите и смотрите его. И, кстати, там еще полезно вам будет выучить индийскую тасовку. Чуть позже вы поймете, почему. Ну, а чуть более сложный способ заключается в наличии в вашей колоде вот такой специальной карты. С виду она выглядит как обычная, но я ее немножко подготовил. Я вот таким образом ее изогнул с помощью больших пальцев. Сначала вот так по диагонали, потом по второй диагонали. Вот так. После этого я положил ее в колоду и сделал несколько пружинок. В одну сторону, потом в другую, чтобы она немножко выпрямилась, но в ней все равно вот этот изгиб останется. И потом я в любой момент смогу без проблем ее таким образом найти. Вот это моя восьмерка. Или просто подснять вот таким образом на ней в любом месте, где она будет находиться. И благодаря вот этой специальной карте я смогу отмерить 11 карт, и они всегда будут под моим контролем, скажем так. Каким образом этот гиммик используется в других фокусах, я вам уже неоднократно показывал. В частности, этот гиммик используется в фокусе одним пальцем, которым я обманул Magic 5. Если вы не помните или не смотрели этот видос, то переходите по подсказке или по ссылке в описании. Я там более подробно рассказываю, как этот гиммик работает и как его сделать. После чего я беру вот эту карту, восьмерку бубновую, отсчитываю еще 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть у меня получается тут 11 карт вместе с восьмеркой. И я просто это помещаю наверх. Далее я прошу зрителя искать слово стоп в процессе сбрасывания колоды. И я стараюсь, чтобы он искал слово стоп именно до вот этих 11 карт, которые лежат наверху, само собой. Если он говорит стоп позже или вот где-то в районе этих 11 карт, то я просто сбрасываю все, типа опоздал, и начинаю снова делать. Поэтому лучше всего, конечно, ориентируйтесь на нижнюю часть колоды. В общем, вы просите зрителя искать слово стоп. Он говорит стоп где-то примерно в центре. Так чаще всего и бывает. И вы безымянным пальцем правой руки, если вы правша, если вы левша, то делайте все то же самое, что и я. Только наоборот, выдвигаете карту, на которой остановился зритель. Все это помещаете сверху, после чего достаете ее, даете ему запомнить. И, ну, тут, например, туз пик. Кстати, отличный выбор. Потом вот так вот кладете наверх. Таким образом туз пик становится 12, отсчитывая от нашей специальной карты. Далее вы берете где-то примерно четверть колоды снизу, помещаете наверх вот так, таким образом центрируя наш гиммик. И далее просто приподнимаете на нем вот эту восьмерку, кладете на стол, все остальное кладете просто наверх. И теперь, сейчас поймете, зачем вам нужна была индийская тасовка, вы можете, не нарушая порядок именно 12 карт, то есть случайно не затев карту зрителя, взять вот так вот чуть больше 12 карт снизу, сделать первое движение индийской тасовки. И потом все остальные карты так вот перемешать. То есть для пущей убедительности, что карты в колоде перемешаны и вы не знаете, где карты зрителя. После чего вы просто переворачиваете вот так вот колоду и готовы показывать сам эффект. Но я же вам сначала показывал 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, немножко другой метод, при котором вы удерживали зазор вот здесь вот мизинцем. Так вот, если вы работаете без вот этого гиммика, а делаете этот фокус просто на зазоре мизинцем с обычной колодой, то вы должны просить зрителя сказать вам слово стоп, пролистывая карты вот так. Вам нужно сделать это так, чтобы зритель не сказал слово стоп именно внизу. Но опять же прелесть пролистывания заключается в том, что где бы вам зритель не сказал, вы можете просто подснять, нужно вам вместе, без каких бы то ни было проблем. Поэтому здесь просто просите зрителя сказать слово стоп, поснимаете вот в этом месте, где-то примерно в центре, вот эту группу карт, которые вы уже пролистали, сохраняя зазор. После чего опять же безымянным пальцем сдвигаете его карту, кладете это обратно, показываете ему. Давайте мы на ней как раз и сконцентрируемся, это у нас четверка, пик. После чего делаете вид, как будто помещаете карту в центр, вот так вот немножко выталкивая карты из середины. Но на самом деле помещая ее именно на 12-ю позицию снизу. После чего вы все это ровняете, переворачиваете и тоже готовы показывать этот фокус. Вот такие три варианта. Выбирайте любой, какой вам удобнее. И опять же, когда карта у вас оказывается на 12-й позиции снизу, вы можете без проблем сделать индийскую тасовку в верхней части колоды. Таким образом, сохраняя порядок снизу и ничем не рискуя. В общем, сделав эту подготовку, начинайте показывать сам трюк. Чтобы создать этот эффект, вы вот так вот хватаете колоду вот этими тремя пальцами полностью, прикрывая переднюю часть, чтобы не было видно толщины колоды. То есть делаете это вот так. И, как вы видите, я обхватываю так серьезно колоду, чтобы у меня здесь вот кончики пальцев были свободны, которыми я потом, собственно, и сделаю секретное движение. То есть вот такой хват колоды. И указательный палец я вот так вот вывожу вперед, чтобы хоть немножко были видны лицевые стороны карт, потому что так практически их не видно. Поэтому я указательный палец вот так вот отвожу в сторону. И теперь вы левой рукой, большим пальцем забираете первую карту и говорите зрителю, что сейчас будете показывать по одной карте вот с лицевой стороны колоды. А он не должен ни в коем случае там реагировать на это никак, не подсказывать вам, какая именно карта его, а вы попробуете понять. И вот уберете первую карту, потом смотрите внимательно. Как вот я сейчас держу карты вам на камеру, так и вы должны держать эти карты перед зрителем. То есть это должен быть его как бы вид из глаз. Поэтому вы берете вот одну карту и специально, смотрите, заводите всю колоду над вот этой картой, когда берете следующую. Чуть позже вы поймете, зачем это нужно сделать. Потом вы берете третью и начинаете четвертую, пятую, шестую, 11 карт считать. То есть седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую. И когда вы доходите до его карты, четверки, пик, вы должны сейчас в одно движение, оно не должно быть резкое, оно должно быть таким же, как и предыдущее, чтобы сохранить ритм и чтобы не было ничего подозрительного. Забрать все 11 карт снизу, вот этими пальцами, то есть большим и всеми остальными. И в этот момент взять одну только карту зрителя. И когда вы это сделаете, вы должны всю колоду убрать либо в карман, либо на стол, как у вас там по ситуации будет. А вот эту карту вы должны удерживать вот таким образом. Здесь, как вы видите, указательный палец прикрывает момент, что здесь только одна карта, то есть видна только верхняя. Он не вот таким образом показывает, что она здесь только одна, а прикрывает именно место, где должна быть видна толщина. То есть вот таким образом держите указательный палец, выпрямив его. И здесь вы немного приподнимаете карту, чтобы просто создать эффект объема с точки зрения зрителя. То есть не надо держать карту вот так, само собой понятно будет, что она одна. Вот таким образом вы ее держите, и как только вы положили колоду, сразу же накрываете все это дело рукой, чтобы у зрителя не было много времени рассматривать вот эту всю ситуацию и заметить, что у вас там одна карта. И как только вы накрыли эту карту рукой, вы начинаете уже играть, потому что весь фокус сделан. Вы говорите зрителю, что видел ли он там свою, он, естественно, скажет, что видел, и тогда вы предлагаете ему вариант, будет ли круто, если эта карта сейчас исчезнет. То есть, ну, его карта среди этих 12. Он, конечно, скажет, что да, потому что он ее только что видел в ваших руках, но вы говорите ему, что сейчас провернете еще более крутой эффект и, щелкнув пальцами, прокручиваете ее вот таким образом и показываете, что она одна, и уже можете отдать ее на проверку. Очень неожиданный, очень смелый эффект. Я рекомендую вам не проходить мимо, обязательно его освоить. Ну, единственное, что вот напоследок, давайте мы с вами прогоним вот этот отсчет 11-ти карт. То есть, смотрите, как это выглядит на скорости. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И потом вы сразу накрываете эти карты, точнее, как бы карты, на самом деле, она у вас только одна, карты зрителя. И, щелкнув пальцами, показываете, что все исчезло. Еще раз вам говорю, не проходите мимо этого трюка. Даже если за счет того, что вы знаете, как выглядят некоторые манипуляции, смогли вначале понять, как это работает, и вас это не очень сильно удивило, подумайте о том, насколько сильно это удивляет зрителя. Я обожаю такие фокусы, как это все быстро, четко, лаконично, и нужна просто обычная колода карты. Субтитры сделал DimaTorzok